Как Вы считаете, как Государственная Дума должна и стоит ли ей вообще налогировать данное заявление Украины и ей предложили дистанционно выступить и стоит ли вообще выступать или вообще отказаться от участия в этом году? Это профильный комитет по культуре и Говорухин, насколько я знаю, он вообще против поездки на Евровидение. Мы, может быть, по линии фракции ЛДПР попробуем сделать какое-то заявление по этому вопросу. Так мы уже озвучивали уже, но может быть еще какое-то заявление, но просто до конца еще вопрос не решен, потому что позиция СБУ не означает, что ее не пустят. Это заключение их, что есть основания не пускать. Но они, значит, еще есть организации европейские, которые могут потребовать. Уже они какие-то позиции изложили, что это, в принципе, недопустимо. Когда какая-то страна принимает у себя международные мероприятия, то одним из условий является обеспечить участие всех, кто захочет. Иначе никто бы не давал Евровидение Киеву. То есть они нарушают эти правила. Поэтому в этом смысле может еще быть какое-то воздействие. Они должны посчитать убытки. Наши телеканалы не будут вести репортажи. И какие-то участники еще могут отказаться. Но тем не менее, я считаю, что надо ехать, пробовать добиваться Юлю, готовить запасного. Но они могут пойти на вот такие вещи, как убийство Вороненкова. Какая-то разгусывавшаяся толпа нападет, так сказать. И там, кстати, все это будет куча мала. И разберись, где там правый сектор, где какие-то участники, там фанаты это могут делать, какие-то футбольные, так сказать. Поэтому это тоже может быть очередной шаг для обострения. Это уже мая. Если до мая это правительство продержится, то они, по-моему, и провоцируют нас, чтобы мы все-таки направили бы. И они пропустят через границу, а около дворца, где должно быть мероприятие, устроят провокацию. В том числе и со стрельбой, и со столкновениями. Поэтому это все вот в одном ключе, так сказать. Они уже встали на этот путь. Их не остановить ничем, только если появится другая третья сила, которая, так сказать, всех успокоит, всех утюхомилит. Они так вели себя с октября 17-го по весну 18-го. Постоянная смена режимов, постоянный бандитизм, террор, пока Красная Армия пришла и навела порядок. А сами они не стояли. Тут только кто-то третья сила должна всех успокоить. А так, группировки, ни одна из них не имеет достаточного влияния, авторитет. И только вот такие провокации, террор, они будут использовать. Напоследок. И будут уходить за границу. Вот граница на украинском, это кордон. За кордон уехал. За кордон. Это всех их ждет. Поэтому им нужно сейчас перебросить туда средства денежные, перевести семьи. И продолжать отрабатывать этот сценарий провокационных действий. С тем так или иначе, чтобы это было направлено против России. Вот Юля, исполнительница от России. Вороненков, бывший депутат Госдумы, тоже Россия. Видите, все так или иначе. Товары или грузы идут в Россию или из России. Склад взрывается Харьков. Это почти граница с Белгородской областью. Уже там, говорят, какой-то дрон, самолет, какие-то вспышки были. Уже пытаются доказать, что это как бы не сокрытие хищения снарядов, не какой-то там, может быть, поджог или электропроводка. А в чистом виде как бы диверсия. И опять будут искать русский след, могут найти там какого-то, так сказать, омундирование какого-то военнослужащего близкому к нашим вооруженных силам. Это все вот в звенье одной цепи. Поэтому ничему не удивляемся. Будем ждать, когда, наконец, кто-то придет и наведет порядок на Украине. Субтитры создавал DimaTorzok